Свадебное платье 70-х, школьная форма и пионерский галстук. Каждый экспонат здесь имеет свою историю. Это целая эпоха надежд и перемен. Кассеты и пластинки Высоцкого заняли почетное место рядом с радиоприемником «Сокол» и катушечным магнитофоном. А ходячая ростовая кукла дарит радость теперь уже современным детям. Отдельное место занимает буфет. Все можно не только посмотреть, но и попробовать. Кондитеры воссоздали такие десерты, как эклер, пирожная картошка и трубочка с кремом. У нас здесь все по рецептам советского времени, СССР. То есть, наверное, кто-то еще и помнит, какие были у нас пироженки в школьных столовых. Все очень вкусно, все из натуральных продуктов. На выставке в торговом центре Барс на Московском разместилась лишь небольшая часть экспонатов. Сейчас в музее СССР вещей столько, что посчитать попросту невозможно. Его создавали всем миром, большую часть привозили и до сих пор привозят рязанцы. Есть предметы из Санкт-Петербурга, Франции и Америки. А начиналось все с коллекции советских машинок. Но ностальгия по былому навела на мысль об открытии музея. Хочется положительных эмоций. Хочется вернуться в наше советское детство, когда оно было счастливое. Когда мы играли в какие-то игрушки всем двором. Не было зависти у детей. То есть, был один мячик на весь двор, мы играли всем двором. Была машинка, так же катались. Даже в рамках одного помещения удалось отобразить всю прелесть прошедших лет. Отдельное место занимает здесь зал космонавтики. Звездное небо, портрет Юрия Гагарина и ощущение причастности к чему-то великому. В общем, каждый здесь находит свои воспоминания и эмоции. В принципе, очень всего много интересного. Вспомнилось с детства. Там детский садик, тут вот игрушечки всякие. Ну, действительно. Смотрю, вот здесь как к космосу приурочен к 12 апреля. Тоже можно пофотографироваться даже. Это, мне кажется, интересно. Торговый центр «Барс» на Московском был выбран для открытия выставки не случайно. Он тоже является неотъемлемой частью тех лет. Это был первый универмаг, открытый в нашем городе. Многие приходили сюда не только за продуктами, но и просто посмотреть, как в музей. Экспозиция работает для всех желающих ежедневно и бесплатно. Для того, чтобы вернуться в прошлое, нужно просто приехать в «Барс», подняться на первый этаж и найти бутик номер 125. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».